МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Астана занимает первое место среди городов Казахстана с самой развитой транспортной системой. Однако постоянно растущий город бросает новые вызовы. Эксперты предупреждают, через 5 лет на улицах столицы будут такие же огромные пробки, как в некоторых мегаполисах, например, в Москве. Чтобы избежать транспортного коллапса, власти Астаны делают ставку на общественный транспорт. Сегодня в программе первый в Казахстане ночной автобусный маршрут, обновленное столичное такси и система Астана-байк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В апреле в столице запустили первый ночной маршрут. Пассажирский автобус номер 200 отправляется с железнодорожного вокзала и, проезжая через центральные улицы города, прибывает в аэропорт. Новенькие шаттл-бассы курируют с 11 вечера до 6 утра с интервалом в 30-60 минут. Мы первыми в Казахстане запустили ночной маршрут. Изучали зарубежный опыт таких стран, как Китай, Россия, Германия. Была необходимость в таком маршруте в связи с проведением выставки Экспо. Гости и жители города могут даже просто сесть и как на экскурсии проехать по ночному городу. Он запущен по просьбе горожан, чтобы общественный транспорт курсировал и в ночное время. Это связано с тем, что есть поезда, авиарейсы, которые прибывают в Астану ночью. Дорога от вокзала до аэропорта в среднем занимает 50 минут. Так как это экспресс-маршрут, он не останавливается на всех остановках, а по требованию производит посадку и высадку пассажиров. Стоимость проезда на ночном автобусе – 150 тенге. Всего на маршруте задействовано три автобуса. Этого достаточно. Основной поток пассажиров приходится на период с 11 вечера до 2 часов ночи. До 5 часов утра людей совсем немного. Может, многие еще не знают, что в Астане курсирует ночной автобус. У жителей есть возможность посмотреть по приложению, когда приедет следующий автобус и быстро доехать до нужного места. Намного дешевле, чем такси. Еще одно преимущество такого маршрута – скорость передвижения. Благодаря линиям Бас-Лейн автобусы не стоят в пробках. Позитивный опыт первого ночного маршрута подтолкнул Акимат создать еще один рейс – 201-й. Эти автобусы курсируют от нового вокзала Нур-Лыжол до транспортного центра Алай-Астра. Главный плюс езды ночью – машин мало. Нет никаких заторов. Мы полностью оправдываем свое название экспресс-маршрута, поскольку оперативно развозим пассажиров. Буквально на днях был случай – пожилая пара ловила такси в аэропорт, но никто не останавливался. Когда мы остановились, я им сказал, что мы едем в аэропорт. Они сильно удивились, ведь это было ночью. За 300 тенге через полгорода мы их отвезли. Для автобусов в Астане внедрены спецполосы. До конца 2017 года их протяженность планируют увеличить до 100 километров, что составит 10% всей уличной сети. С недавних пор передвигаться по ним разрешено не только автобусом, но и официальному столичному такси. На сегодняшний день весь город практически покрывается автобусными линиями. То есть приоритет отдаётся общественному транспорту. 12 апреля в Мажелесе был принят закон, где автомобили такси приняли как общественный транспорт. То есть, соответственно, после вступления в силу подписания мы можем уже пользоваться баслейнами. То есть это даст определённо конкурентное преимущество. То есть пассажиру звонить в какую-то службу такси, некую другую, он эти услуги и преференции получать не будет. То есть, понимаете, у нас в городе очень много пробок. Звоня вас на такси, человек будет перемещаться по городу быстрее. Таким образом, сделан ещё один шаг в поддержку общественного транспорта. Ранее все официальные столичные такси объединились в единую службу, чтобы совместно выиграть конкуренцию у нелегальных перевозчиков. Было принято решение создать единую службу такси. Что значит единая служба такси? Это единый бренд «Осна-такси». Это единый колл-центр «158-00». Это единое мобильное приложение. Это единая система диспетчеризации. То есть, чем больше машин объединено в одну систему диспетчеризации, то, соответственно, мы можем быстрее подавать машины и конкурировать с другими интернет-агрегаторами и мобильными сервисами. Когда приходят на рынки крупные игроки, как Uber и Андекс-такси или другие, то есть бренд начинает терять смысл. Поэтому мы решили объединиться в некое большее и создать свой локальный местный агрегатор, который будет работать именно с поддержкой отечественного автопрома, который будет работать на качестве сервиса именно наших жителей и гостей столицы. Власти Астаны намерены сделать город удобным для пешеходов и велосипедистов. На сегодня в столице проложено полтора километра велодорожек и 23-х километровая велодорога вдоль зеленого пояса. Система «Астана-байк» уже добралась до самых отдаленных районов города. В 2017 году к 150 велостанциям с 1000 велосипедов прибавилось еще 30 станций с велопарком на 350 единиц. Наши велостанции не подключаются к городским сетям. Мы используем только солнечную энергию, то есть является экологически чистой, потребляет энергию от солнца и преобразовывает ее в электрическую энергию. То есть в нашей станции стоит специальное оборудование. Солнечная панель принимает лучи солнца и передает на это данное оборудование. Стоит аккумулятор, который аккумулирует данную энергию и передает уже на наше устройство. Также наши станции оснащены светящимися панелями. То есть лайтбокс стоит у нас, который тоже, как вы заметили, стоит две солнечные панели. Одна из них большая, а другая малая. Малая панель получает и выдает 20 ватт. Только за 2016 год число пользователей велосипедами на прокат увеличилось в три раза. Многие столичные жители выбирают велосипед в качестве альтернативы личному и общественному транспорту. Это и необходимая физическая нагрузка, и отсутствие проблем с пробками и парковкой в одном решении. Велосипед сам по себе экологически чистый транспорт. Если, например, все будут на нем двигаться, мы будем поддерживать экологию. Аккумуляторы могут держать до 7 дней зарядку. А солнечная панель, она заряжается. Не обязательно ему получать прямые лучи попадания солнца. Ему достаточно дневного света. Просто дневного света. Если сильно пасмурная погода, например, она не заряжается, но аккумулятор так предназначен, как контролер стоит, который не дает полную энергию, но он аккумулирует и экономит ресурс. Экономит ресурс и распределяет на длительное время. По словам экспертов, через 30 лет 70% населения мира будут жить в городах. Следовательно, уже сейчас нужно создавать все условия для счастливой жизни населения в мегаполисах. Стратегия Акимата столицы – развивать общественный транспорт и сделать его визитной карточкой города. Субтитры создавал DimaTorzok